Все по чесноку Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам, как не попасть в просак при получении долгожданного телефона. Итак, декларация уже проверена, но не торопитесь ее подписывать, пока не проверите следующие характеристики. Целостность корпуса. Не должно быть сколов, зазоров и других дефектов. Проверьте самую главную функцию – звонок. Сделайте с покупаемого телефона звонок длительностью 5-10 секунд. Также позвоните на него. Вас и вашего собеседника должно быть хорошо слышно. Можете воспользоваться диктофоном. При этом не стоит забывать узнать перед покупкой сим-карту, какого вида принимает телефон. Проверьте динамик, включив любую музыку или мелодию. Динамик не должен хрипеть или искажать звук. Параллельно включите вибрацию телефона, установив беззвучный режим. Проверьте батарею, а также возможность ее зарядки. Как только вы включите зарядку, телефон должен отреагировать на нее. Включите камеру, сделайте пару фоток и снимите видео. Проверьте экран на наличие мертвых пикселей и других неисправностей, а также установки яркости. Проверьте в настройках телефона сведения о памяти. Видит ли ее телефон. Проверьте работоспособность всех кнопок. Они должны реагировать без задержки с первого раза. Включите Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Включив функцию автоповорота, можете проверить акселерометр. Но помните, переворот в некоторых меню не действует. E-mail телефона должен совпадать с тем, который указан на упаковке. И обычно он указывается еще и в декларации. После этих проверок, саму декларацию можете смело подписывать. Надеюсь, кому-то помог. Михаил Парадедов, сьютубимся! Все по-чесноку!